добрый день уважаемые студенты сегодня мы начинаем нашу очередную лекцию и она посвящается компонентам организации программ что это такое какие виды компонентов бывает мы рассмотрим на данной лекции и так компоненты организации программ плк под компонентами организации программ в английской аббревиатуре их называют пол это программа организации юнит под ними понимают структуры из которых состоят проекты или программы прикладные программы программированных логических контроллеров непосредственно это то из чего состоит прикладная программа любого логического контроллера соответствие стандартам компоненты делятся на три типа первый тип это программы второй тип это функциональные блоки и третий тип это функции ну вот на следующей картинке мы видим из чего состоит конфигурация плк в каждом конфигурационном файле да так сказать в каждой конфигурации плк имеется ресурсы как мы видим вот из таблички и в каждом ресурсе есть хотя бы одна задача и эта задача обязательно должна выполнять какую-то программу хотя бы одну программ каждая программа в свою очередь если программ несколько допустим или другая программа она может состоять из любого количества функциональных блоков и функции если задач несколько то речь идет о так называемой многозадачности плк вот таким вот образом состоят из таких вот единиц до компонентов состоят программы плк то есть имеется задачи в плк которая реализует одну или несколько программ но хотя бы одну программу она должна реализовывать и каждая программа в свою очередь может состоять из других компонентов как другие программы функциональные блоки или функции теперь давайте начнем с программы как отдельного вида компонентов организации прикладных программ плк программа это типу самого высокого уровня и могут быть написано любом из языков программирования стандарта мэк 611 31-3 каждая программа представляет собой совокупность функции функциональных блоков которые управляют машины или процессом поэтому в любом проекте требуется хотя бы одна программа программы могут читать и записывать другие входные и выходные переменные могут взаимодействовать с другими программами которые реализуются в рамках данной задачи да то есть рамках или прикладного проекта до который пишется на плк изменение сохраняется при каждом вызове программы если ее значение изменяется при следующем вызове программы даже если она вызывается другой задачей то есть идет о многозадачности значение программы изменяется когда она выполняется той или иной задачи ну пример выполнения программы мы и вижу видим вот на следующих картинках у нас имеется набор пол или компонентов из которых состоят наши прикладные программы да и каждая из них скобочка ход подписан пол типов то есть prg означает программа то есть программа начинает всегда с ключевого слова программ а затем название самой программы и внутри здесь конечно уже пишется тело программ текст из чего она состоит и соответственно при написании какой-то прикладной программы их может быть несколько несколько либо вот на примере внизу видно что у нас имеется несколько программ prog-1 prog-2 prog-3 и главная программа и лси prg и вот в пелси prg вызваны вот эти программы prog-1 prog-2 prog-3 то есть вот так вот выполняется реализация программ в проектах для плк следующий по иерархии компонент является функциональный блок функциональные блоки это повторяющиеся сегменты кода которые имеют внутреннюю память и могут возвращать разные значения даже если используются одни и те же входы другими словами результаты функционального блока зависят от предыдущего выхода функционального блока или текущего состояния процесса или действий функциональные блоки могут быть вызваны программами или другими функциональными блоками а в некоторых реализациях стандарта они могут быть вызваны задачами при объявлении функционального блока создается его так называемый новый экземпляр в качестве примера вот показана программа plc prg и нашем проекте имеется два функциональных блока это func bl1 и func bl2 и вот скобочках указан типа это fb означает национальный блок и вот в теле программы plc prg у нас вызван функциональный блок func bl1 и func bl2 с экземплярами которые объявлены как fb1 и fb2 и они исполняются уже в программе не работают непосредственно с этими входными выходными переменами но написаны отдельно как отдельные компоненты они других сегментах памяти функция это третий тип программных компонентов функцию можно рассматривать как под программу часто это какое-то уравнение простое без внутренней памяти поэтому она то есть она функция возвращает только значение а не результат это означает что каждый раз когда функция выполняется если используется один и тот же ввод возвращается одно и то же значение независимо от того сколько раз функция используется например мы видим что у нас есть функция который начинается ключевым словом function имя функции и обязательно указывается через двоеточие тип функции то есть сама функция возвращает какое-то конкретное значение на выходе у нее имеются входные интерфейсные переменные x и y и локальные переменные которые используются внутри функции да вот такой вот полином реализует функции допустим и сама же возвращает вот значение этого полинома в своем имени и вот эта вот функция function 1 как мы видим вот она 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 используется в программе plc prg вот видео такого отдельного блока так выполняется функция в прикладных программах плк ну из следующей картинки мы видим иерархию до программных компонентов обязательно наше плк то есть контроллер должен выполнять хотя бы одну какую-то конкретную задачу эта задача направлена на исполнение какой-то программы программа должна быть хотя бы одна может быть несколько программ далее в программе могут быть реализованы отдельные функциональные блоки либо функции но и сами функциональные блоки также могут состоять из других функциональных блоков и функции как мы видим из данной картинки интерфейс компонентов в пол или компонентах программной организации обмен информации происходит через переменные называемые переменными взаимного интерфейса их виды представлены в таблице ниже то есть для каждой для каждого компонента будь то функция функциональный блок или программа связь с другими внешними программными компонентами осуществляется через специальные интерфейсные переменные которые объявляются меж ключевых слов war input это для входных переменных связей которые устанавливают связь дав для функции с внешним миром с другими программными компонентами и если для функции вот кстати war output такого понятия нет как мы видим потому что функция возвращает свое значение через свое имя как мы сказали а вот для функциональных блоков имеется как входные переменные интерфейсные так и выходные также могут быть использоваться одновременно как входные такие выходные переменные вот с ключевым словом war in out для программы аналогично ну и также внутри функции функциональных блоков и программ могут быть используются другие локальные переменные не интерфейсные как мы видим которые будут внутри недоступны для взаимодействия с внешними типами других программных компонентов ну вот мы видим реализацию конкретного для функции function 1 мы видим есть переменные x и y которые объявлены между ключевыми словами war input and war да и bar and war это 1 а 12 13 это локальные перемены которые недоступны для внешних сегментов как это вызывается в других программах да мы видим что объявили функцию function 11 и у нее есть две входные переменные само значение function 1 возвращает через свое имя как мы видим для функциональных блоков вот для функционального блока fung bl1 мы видим как объявляются интерфейсные входные переменные интерфейсные выходные переменные да они используются в самом теле программы и при объявлении функционального блока fung bl1 через ее его отдельный экземпляр мы видим что вот эти переменные которые были объявлены вар input это x1 x2 они вот используются для связи с другими внешними переменными программе и y1 y2 как вар output используется для записи результатов некоторые другие внешние переменные спасибо за внимание в рамках данной лекции мы поговорили о том какие программные компоненты применяются при реализации прикладных программ плк познакомились с конфигурацией пылка и рассмотрели внутреннюю структуру каждого отдельного программного компонента спасибо за внимание